Марка 15. Печалная глава здесь о распятии Иисуса. Ну, это, конечно, победа, в конце концов, для Бога и для Иисуса. Так как мы, кажется, временно их потеряем, но в конце концов будем победить. Те, которые критикуют Библию, любят сказать, что вот, как здесь написано, Пилата, как-то невероятно. Потому что по истории Пилата был человек абсолютно бессовестный. Он просто увидел человека по улице, ну, давай, будем тот парень мучить до смерти. Почему? Потому что я хочу. То есть человек без никакого совести. А здесь в Библии, особо здесь Евангелие от Марка, у нас совсем другая картина об этом Пилата. Кажется, у него совесть такая чувствительная. И даже в другом Евангелии написано, что его жена отправила ему сообщение, что не надо, не надо это делать. Вот, потому что тот человек, тот Иисус, праведник. И он как-то волновался об этом. В разу, ну, как это совпадать вместе? Как это совместить вместе? Вот, тут написано в истории, что он был человек страшный, бессовестный. И вообще ужасный человек. А здесь, например, в втором стихе, пират спросил его, ты царь иудейский? И в другом местах, в параллелном Евангелии написано, что он это в приватне, как-то потихонечку ему спросил. То есть он взял Иисус к себе и задал ему тот вопрос. И дальше, вот, в четырнадцатом стихе, когда они кричали, распни, распни его. Пилат сказал им, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее закричали, распни его. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им ворову. Почему тогда он как-то не понял? Он сказал, разве тот человек вообще праведный? Зачем? Он ваш царь. Зачем вы хотите ему убить? Это как-то не типично для тот человек. Зачем он вообще такой? Зачем он так сказал? Зачем? Кажется, у него такая вот совесть. Почему? Кажется, он даже устроился, чтобы они, то есть толпа народа, выбрали бы Иисусу, чтобы его отпустить. И не ворову. И это не получилось для Пилата. Мы чувствуем, что Пилат как-то потерял здесь. Что он хотел отпустить Иисуса, но не получилось. А почему? Если он такой человек жестокий. Как это балансировать? Я считаю так, что да. Вроде это правильно. То, что написано в истории. Что он был человек страшно жестокий. Страшно бессовестный. Но когда он встречался с Иисусом, когда он столкнулся с ним, он понял, что нет, на самом деле это Сын Божий. Это нельзя. Я не хочу, чтобы дать смертный казнь такой человеку. Это нет. Это грех. Значит, что даже если мы встречаемся с человеком, который кажется абсолютно бессовестным, мы, наверное, считаем, что такой человек даже не стоит с ним. Говорить об Иисусе, он такой жестокий, бессовестный. Есть у каждого человека какой-то мере совесть. Это часть нашей природы. У нас какой-то совесть есть. И это только Иисусу, и его смерть, и его крест, и его распятие, которые как-то это трогаются, которые трогаются именно на место. И для нас всех наша совесть как-то испорчена. И только через то, что мы будем регулярно размышлять о его смерти, мы как-то опять поручаем обратно нашу совесть. Поэтому Иисус спросил, чтобы мы делали преломление хлеба регулярно, и чтобы постоянно у нас было бы перед нами, перед нашими глазами, его смерть, его распятие, чтобы мы сможем сам себя испытывать, чтобы мы сможем познать самого себя. Поэтому Павел сказал, что во время преломнения хлеба пусть человек сам себя испытывает, то есть сам себя как-то анализирует. И это как-то логично, всё как-то сходится натурално, природным образом. Потому что поскольку мы видим Иисус на кресте, сразу наша совесть начинается опять как-то действовать. И это хорошо. Потому что вообще в мире совести, кажется, абсолютно нету. У народа на коллективном масштабе и тоже на индивидуальном масштабе. Но поскольку у нас есть отношение с Иисусом, поскольку у нас есть постоянно его смерть впереди в наших глазах, тогда совесть как-то вернётся. И это важно. Потому что мы все знаем, что жить без совести – это нельзя. Это ужасно, если так. Мы становимся такие жестокие, такие сложные, такие трудные. И это нельзя. Мы не хотим так жить. Надо какой-то стимул, чтобы человек начинается опять, иметь какую-то мякость, какое-то смирение, какую-то нормальность. И это всё-таки происходит из-за той встречи с ним на кресте. И так, поэтому, то, что здесь написано в Евангелии от Марка насчет Пилата, это правильно, вполне правильно. И то, что написано в истории, что он вообще жестокий, это тоже, я верю, это тоже так. Но распятие Иисуса даже трогало даже его совесть. И они хотели тут Варава. Варава, что значит на еврейском или армейском, можно толковать, что Барава – это сын отца, Ава, отче. Вот, сын отца. Он тоже был какой-то, в этом плане как-то сопряжает, как какой-то сын отца, так как Иисус был. Они выбрали вот такой человек, который убили человека во время мятежа, сделали убийство. А Иисус, наоборот, не убил никого, но пришёл, чтобы дать свою жизнь для жизни другого человека. И вот, видите, как слаб наше человечество. Тех толпы, которые раньше, пару дней тому назад, все кричали «Осанна! Осанна!» Вот, наш Мессиах пришёл. Сейчас, в 11 стихе, первые священники возбудили народ просить, чтобы отпустил им ночь Вараву. И все кричали «Распни, Распни его, Иисусу!» И опять мы видим, как мы слабы. И как человек может верить в Иисусе в одну секунду, и потом так быстро, наоборот. Так быстро. Это печально. Стабилность у нас, как людей, очень мало. И поскольку у нас есть солидное отношение с Иисусом, и поскольку у нас есть Его Дух, через то, что мы приняли крещение, и Он дал нам Его Дух, чтобы Он живёт в нас, тогда мы найдём в какой-то мере стабильность. И мы живём в таком нестабильном мире. Ты работаешь где-то, потом, ну, не за жизнью. Раньше ты устроился, вот, и ты там будешь работать до пенсии. Это уже нет. Людей раньше женились, и вот, жили вместе, но мало. Сейчас уже нет. И столько нестабилности. Мы встречаемся с людьми, ну, пару год по максимуму, потом уходим. И это очень печально, это трагично. Но это характерно нашего жизни, опыта и общества. Но поскольку у нас есть Дух Иисусе, тогда у нас есть какая-то стабильность. Мы знаем, что Он всегда там для меня. Он умер для меня, Он воскрес, Он придёт. Вот, я живу с ответственностью перед Богом, перед Иисусом. И мы чувствуем постоянно Его стабильность, что Он круглосуточно, круглосуточно, каждый секунд Он с нами. И человек в этом плане не один, не одна в этом свете. Так они выбрали Вараву. И очень быстро поворачивали своё мнение против Иисуса. Так Пилат взял Иисуса в Пятнадцатом стихе, бив, предал до распятия. Очень многие людей умерли даже из этих биваний, даже до распятия. Особо с Иисусом, кажется, они пробовали ему вредить по максимуму. Это не так, как они думали. Ну, он был хороший парень, это жалко, что дали ему смертный казн. Ну, так и есть. Евраи считали, что если фальшивый Мессия пришёл, надо ему испытать до самого конца, по максимуму. И надо ему наказать, поскольку можно. И, видимо, они делали самое ужасное, самое унижительное против Иисуса. В семнадцатом стихе «С плечи тёрновый венец возложили на него». Это означало бы, что все эти сосуды, кровные сосуды возле скалпа, они как-то открыли бы. Значит, что очень много, очень сильного кровотечения было бы из этого. Иисус был бы абсолютно, ну, полной кровью, особо на спину. И его волос был бы ужасно, почти красным, из-за столько потери кровью. И он думал бы насчёт тёрны, потому что это часть наказания Адама. Когда Адам соглашил в венецком саде, из-за этого, Бог сказал, тёрны будут на земле. И Иисус, конечно, в курсе деле об этом, что он умирает, чтобы тот проклятие взять. Но он это делал через то, что он сделал тот проклятие именно на себе. И когда он понял, что эти тёрны, сейчас на скалпе, как-то уже стал частью его тела, он понял способом, который Бог использовал для этого. В 20-м, когда же насмеялась над ним, сняли с него по границу, одели его в собственной одежде его и повели его, чтобы распять его. Значит, что его собственной одежде было бы полной кровью. Это было бы вообще ужасно. И он умер, как мы знаем, как пасхалный Агнса. И кровь в везде было бы. И это, конечно, значительно, потому что это ради его кровотечения, что мы спаслись. И несколько раз написано, что они повели его, чтобы распять его, в 20-м стихе. В 21-м заставили проходящего человека нести крест его. И в 22-м привели его на место Голгофу. В других Евангелиях написано, что Иисус вышел и сам носил его крест. Еще в Евангелии говорится о том, что это Симон, помог Иисусу нести крест. А здесь написано, что Симон вообще взял крест его. И 22-м. И привели его на место Голгофу. Можно переводить так, как они как-то носили Иисусу туда. Значит, он вышел и носил его крест. Но крест был бы довольно тяжелый. И трагично, что он как плотник прекрасно умел носить большие такие деревья и так далее. и значит, что даже для него его крест слишком тяжелый. Слишком тяжелый. И вроде он потирал в какой-то мере сознание. И сперва они видели, что человек не может такой тяжелый крест носить. И поэтому заставили тот Симона помочь. потом получается, что тот сам Симон вполне носил крест его. И они привели его, в смысле носили Иисуса туда, на место распятия. если так, такой реконструкции, если это правильно, получается, что наш крест и тоже, потому что наш крест это его крест, иногда слишком тяжелый для нас. Факт того, что это слишком тяжелый, не значит, что он в этом плане слаб. Значит, что просто у Иисуса то же самое. Такой опыт был, что это слишком тяжелый для него. Кто это Симон? У нас впечатление, что он был совсем чужой человек. Не Коева, Кириньянина Симона. Он, наверное, даже не еврей. Он пришел, написано «идущего с поля». Он работал. И вот мимо Иерусалима пришел после работы и вот этих солдат ему заставили. Ты сюда, вот, помоги. А что? Я с поля. Я домой. Нет. Ты вот будешь помогать тот человеку это распятие. То есть у нас впечатление, что тот человек мало знал об Иисусе. Он, наверное, даже не еврей. Думает, что это еврей делает? Ну, ладно, распят какой-то фальшивый месьех. А вот я по пути из поля домой. А что? Мне надо носить его крест, заставить ему это делать. Впечатление есть, что он дальше стал верующим. Почему? Потому что написано в 21-м отца Александрова и Руфова. Зачем это сказать? Этих имен Александра и Руфов мы встречаем вместе в послании Павла к Римнину. И кажется, они верующих. И поэтому, потому что Марк писал тем, которые знали этих людей, они знали Александра и Руфас. И поэтому он сказал, кстати, наши Александра и Руфас и Симон, знаете, как они пришли к веру. Это из-за этого. Нам придется и тоже нести крест его. Так он сказал, что вам, как верующим, должны носить крест моя. Поэтому тот Симон является прообразом каждый из нас. Ну, так как и мы. Мы не такие религиозные люди. Мы просто шли с работы и вот заставлен. Бог нам как-то заставил. Когда мы вообще это не поискали, а Бог видел, что да, вот это мой человек. И так пути Господни неисповедимы, потому что это все от благодати, это все от милости. Мы сами это не хотели, не поискали. Но Бог выбрал. Почему выбрал, до конца мы не знаем. Почему я и этот соседний парень, который наверное лучше человек, чем я, мы не знаем. Но это милость Божия. Он как-то увидел человека, и хотя конечно все зависит на человеческой воле, он почти заставил нам ходить за Иисусом. Это его милость, это его дух, это действие духом. Распяли Иисусу на место горь гофу, что значит лобное место. Можно и тоже толковать как голяфу, то есть лоб голяфа. Помните, после того, что Давид убил голяфу, он отрезал его голову и вроде он сохранил тот лоб голяфу там в Иерусалиме. Поэтому они назвали это место Голгофу, Голяфу. Когда Давид воевал с этим голяфу, это был какой-то прообразом смерти Иисуса. Это был прообразом победа Иисуса против греху. Тот огромный гигант, который там стоял, кажется, нельзя с ним воевать, который богу густвовал и так далее. Это означает символ греха. Давид в тем временем был какой-то прообразом Иисусом. Взял маленький камень, бросил тот камень и убил голяфу прямо на лоб. И похоже на то, что читаем от Данила 2 главу, что Иисус как небольшой камень, который будет разрушить всякие истуканы человечества. И все это было бы для Иисуса ободрения. Потому что он прекрасно знал Библию. Он был словом, которое стало плотью. Он прекрасно понял всякие библейские нюансы и так далее. И это какое-то ободрение для него. 23 давали ему пить вино смирное, но он не принял. Почему не принял? И почему они так предлагали? Предлагали, потому что это противоболежье, чтобы не болеть столько. И когда он понял, что это такое, он отказался. не хочу это пить. Это так, как ходить для операции, большой операции, в больнице и сказать нет, нет, анестезия, я не хочу. А почему? Я думаю, что если он это принял бы, его действия, его работа для нас все равно было бы хорошо и Бог это принял бы. Почему он отказался? Наверное, потому что он сам хотел как-то испытать каждое чувство нашей боли. И чтобы никто не мог сказать, что никто на этом свете знает, как я чувствовал, я столько страдал. Наверное, да, никто на этом свете знает, но есть Иисус на небесах, который прекрасно знает, как мы чувствуем, который имел какое-то участие на каждом аспект нашей страдания. И психологические, и физические боли он сознательно принял участие в этом. Что? Ног болеют у тебя? У него тоже болел ног. Все друзья отошли у тебя? У него то же самое. То есть он является для нас живой персонаж. Он хочет устроить с нами живое обоюдное отношение. И поэтому он испытал в принципе все то, что мы испытаем. И он знает точно наши ситуации, наши чувства. Я раньше рассказал, я опять повторяю, как много лет тому назад сейчас. Я был в Америке в аэропорте и почему задержку был. И я садил возле Африканка ну как сказать Американка но негра черная женщина и я пробовал как-то проповедовать к ней об Иисусе и она сказала нет я не хочу какое-то белое Иисусу я женщина для меня спаситель должен быть женщина и не такой мужчина я черный я не хочу какое-то белое спаситель я как-то думал ну да потом сказала и я лесбиянка мне надо и тоже лесбиянка как спасителя ну ладно типа откуда найти но в одном плане после я немножко как-то в шоке как консервативный человек но я сказал в конце концов я понимаю я вас слышал и я вас понимаю да я вижу логику на то что ты говоришь ты такой такой такая 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 и ты хочешь такая 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 как ваш спаситель ну я сказал ну как это получается тогда что должен быть китайка для каждого китайка должен быть арабский спаситель для арабов должен быть латышки ну спаситель для латышей должен быть русский и так далее а что столько спасителей тогда нуждается и по логику я как то понял то что она сказала как то для меня было как то логично но я размеждал после этого что ну да Иисус является конечно единственный спаситель он единственный и поэтому он испытал все в принципе все по идее все то что у нас есть все наши проблемы ты женщина ты считаешь одни мужчина что он знает о моем женские страдания ты допустим африканец а что ты думаешь о чем он белый человек а как он понимает как я как черный человек допустим чувствуя себя да правда но он столько страдал столько страдал чтобы никто не мог бы это сказать что да нет он не понимает он понимает почему он понимает потому что его опыт страдания и психологическом плане и физическом плане был такой широкий и чтобы он как то понял и понимает до сих пор в принципе чувства каждого человека и это для меня абсолютно красиво это чудесно красиво неправильно словно ну это чудесно как Бог это как-то придумал чтобы его сын имел бы нашу природу до конца имел всякий тот широкий опыт который есть вообще у человека у людей на этом свете и чтобы никто не сказал бы не мог бы сказать что никто не понимает мое чувство мою ситуацию правило на этом свете нет ты не найдешь кто который именно мог бы сказать да я понимаю все да 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 я знаю но есть человек и он на небесах Иисус поэтому крещение является тот шаг который мы делаем чтобы сказать да я согласен что он на самом деле такой я хочу с ним идентификации идентификировать я хочу как-то присоединяться знаю что он уже со мной идентификировался он знает точно мое чувство я думаю тогда это почему Иисус отказался вот это мир как это венос смирную и так распяли Иисуса и 24 делили одежды его бросая жребия кому что взять это и то же типично там Иисус умер как Сын Божий без греха и что людей делали находился даже метр от него два метра по максимуму от него спорились друг с другом насчет денег насчет материализма кому что кому что взять да нет я хочу да нет я хочу ну давай ребят будем бросать жребий пока Сын Божий страдал два метра скажем вот этих людей и мы такие Иисус страдал для нас он сейчас на небесах смотрит так внимательно на наши жизни и что мы делаем спорим ой я хочу кому чего кому что это ужас дальше в конце конца в 34 он кричал Божий мой Божий мой для чего ты меня оставил Бог на самом деле свой Сын оставил оставлял вряд ли но Иисус так и чувствовал если ты так чувствуешь тогда для тебе это как то да это реально это реальности видите как он назвал Богу Божий мой Божий мой он имел нашу природу до самого конца нельзя сказать что ой он Сын Божий как-то не понимает как мы чувствуем когда для нас Бог далеко от нас или мы чувствуем что Бог как-то не понимает как-то не там когда нужен Иисус 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 чувствовал и Он не греш это не грех кричать Божий мой для чего ты меня оставил Иисус умер без греха это не грех это не был грех Он совершен Он кричал Элой Элой это 34 Элой Элой они слыхали так 35 они сказали вот Илию зовет Он сказал Элой они слышали Илию я думаю что это как-то внутреннее совпадение это то что мы читаем на самом деле случилось это как-то реально это как-то имеется какая-то вероятность исторически для меня потому что если они били ему вроде он потерял все зубов и конечно говорить сложно было он очень слаб на конца жизни это последнее дыхание и слова Элой и Илия как-то похоже и они неправильно слышали это как-то да я могу представить если без зубов если на гран смерти да было бы так что он сказал Элой Элой и они истыхали Илия Илия они предлагали 36 губку уксусом и наложив на трост давал ему пить трост это таких которые есть в Израиле по максимуму это 50 сантиметров полметра тех понятия о том что Иисус как-то умер очень высокий на крест очень высокий но столько метров вон там и я здесь это неправильно потому что они предлагали ему уксус на трост и трост как я сказал скажем 50 сантиметров полметра значит что они распяли ему на дерево и вроде не такое огромное дерево не такой дуб просто на просто дерево и значит он не был слишком вдалека от людей он был ну чуть выше и все даже 50 сантиметров выше чем землю это мне помогает потому что он не так далека от нас смотрю архитектура особо православных особо католиков кажется что Иисус очень далека от нас он очень высокий и правильно он конечно выше безусловно он сейчас славе безусловно но они строят церкви и так далее кашчоли имея этот крест очень высокий очень высокий и далека от нас Иисус капнул там я естественно на земле я такой маленький и он такой высокий я понимаю почему они это делали потому что он сейчас на самом деле находится на небесах и он на самом деле веще об этом споров нет но во время его смерти он был не так далеко от нас не так далеко и в конце концов он умер 38 и завеса в храме разодралось надвое сверху до низу сверху до низу значит Бог это делал и это открылся путь на самое святое место к евраям Павел как-то комментировал об этом сказав что сейчас тот путь в самом святое место это открыто и нам надо туда заходить потому что Иисус умер и открыл для нас настоящий путь к Богу из-за того что он умер в конце концов Иосиф из Аримафея 43 пришел к Пилату и просил тела Иисуса тела тех которые распялся они только отдали родственников близкие родственники и он пришел и просил тела Иисуса значит он чувствовал хотя он не родственник он чувствовал что да это мою я хочу показать показаться что я с ним что уже есть какая-то новая семья и я хочу как-то быть часть этого поэтому он смеялся попросить у Пилата тело Иисусова и Пилат дал ему и он вложил тот труп в 46 стихе в гробе который был высечен в скале в другом евангелии написано это его он это готовил для себе то есть он лежал тот тело Иисуса тот труп Иисуса именно на то место где он сам собирался умереть чтобы где его тело будет и конечно вы видите как это совпадает с понятием крещения что в крещении ты в воде это как гроб это как смерть Иисуса ты как-то идентифицируешь себе с ним ты присоединяешься твое тело твоей жизни с ним и так как его тело воскрес из этого гроба так как и мы тоже в этом жизни будем ходить в обновленной жизни и в конце концов будем и жить вечно с ним и как обычно призываю все тех которые как возрослых не приняли крещение обратите ко мне вот после служения и мы сможем после ужина крещение проводить и для тех которые уже приняли крещение видите значение всякие этого что мы с ним и мы за него и точно так как его тело воскрес так мы будем завтра Бог даст изучать вот как его тело воскрес и тоже наше тело и тоже будет это не сказка это не философия это не теология это факт это реальность что у нас будет точно воскресение и вечность с ним давайте тогда помоемся за за его очень спасибо тебе огромное за то что Иисус умер для нас за то что он пролил свою кровь ради нашего грехи и за то что он не остался там в гробе а воскрес очень спасибо тебе за то что ты дал нам возможности участвовать с ним и пусть мы будем взять тот возможности оба руками и вполне будем присоединяться с ним прибыть с нами спасибо тебе за еду за все то что ты дашь нам и по физически и тоже конечно по духовному во имя Иисуса Аминь Аминь